Эту орхидею я купила у Зибо, зимой как-то, в зимнем завозе, и она чудесно цвела. У нее было шесть цветоносов, очень пышное цветение, цвела она до самого апреля, мне кажется. И когда я срезала последний уже цветонос, она, кстати, ароматная, очень классно пахнет, просто фантастический запах, который просто мозг разлагает на атомы. И, в общем, она отцвела, я подумала, что как раз она лето отдохнет, а осень будет цвести снова. Но она внезапно, зачем-то, выдала мне один цветонос вместо тех пяти или шести, которые были. Понятно, что это очень скудное, непонятно какое цветение, но она еще и корни растит. Вот тоже этот горшок большой стеклянный, он в два раза больше, чем ее родной предыдущий горшочек. И она уже дорастила корни до дна, и по дну их закругляет. Выдала вот этот цветонос. Понятно, что здесь очень мало цветочков, и я рассчитывала вообще-то на что-то большее. Вырастила уже один лист, и растит второй лист. И вот корни от шеи тоже идут. То есть корни ветвятся и внутри горшка, и здесь. То есть эта орхидея хочет сразу все. Она не хочет останавливаться на чем-то одном, она хочет все и понемножку. Я бы, конечно, была более рада, если бы за лето она нарастила мощные листья, новые листья. У нее достаточно листьев для цветения, несколько пар листьев есть. Ну вот так вот получается, что она сразу растит все. И я последовательно снимаю. Вот это было три недели назад. Сейчас будет кусочек, где начинается распуск. Верхушку этого цветоноса я, кстати, сломала. У меня как-то была бессонница. Я проснулась, ходила тут в ночи, и кончик верхний у цветоноса я сломала. То есть вся надежда на то, что теперь боковые будут более мощные. Это не относится к делу. Вот, и на самом деле боковые ответвления пошли более мощные, она стала их продлевать. Вот, Зибо вообще, мне кажется, Зибо это такое имя, с которым даже не надо создавать собственный бренд, потому что все знают ее по имени Зибо и так. Зибо это уже бренд. Вот она начала распускать цветочки. Что интересно, в зимнем цветении она у меня не цвела. Все говорили, что она у меня не пахла. Все говорили, что она пахнет, потрясающий аромат. У меня аромата не было никакого, и я на самом деле была разочарована, потому что цветочков, конечно, было много, но цветы мелкие и не пахнет. Я даже думала, надо ее кому-нибудь подарить потихоньку так вот. Вот, но вдруг она начала распускать цветы сейчас. Стоит она у меня на солнце. Эти цветы начали пахнуть. И в этом весь смысл, потому что так-то, вы видите, они вообще микроскопические. И она потихоньку начала распускать эти цветочки очень медленно. Вот уже месяц она их распускает. Вы видите, вот месяц распускает, и всего несколько цветочков в распуске. Видите, центральный листочек подрос. Вот относительно начала видео центральный листочек значительно подрос. То есть это орхидея черепаха. Она не торопится, она растит сразу все и понемножку. Такая медитативная орхидея. Но мне очень нравится еще и сочетание вот этих цветов. Потому что холодный розовый и теплый оранжевый – это всегда интересное сочетание. Когда такое… Вот посмотрите, как будто там лица. Это лица и широкоплечие, а оранжевые мундиры. Вы видите лица? Или только я вижу лица? Продолжение следует...